Мои дорогие подписчики, всем привет! Рада вас видеть, рада просто пообщаться с вами, соскучилась. И сегодня я решила немножечко вас рассмешить, потому что были две смешные истории. Вот, так что сейчас расскажу. А, кстати, хотела вам ответить. Помните, я там прицепила фотографию парня, египтянина, и вот он должен был отвечать нам на разные вопросы. Я думала, как бы он серьезно согласился. И после того, как вы написали множество разных вопросов, он говорит, Виктория, а ты что, хочешь с меня сделать порно-звезду? Я говорю, нет. Почему? Ты будешь, наоборот, известной в хорошем амплуа, вот, расскажешь что-то интересное там о Египте, о наших женщинах, ну, так, в хороших целях. Вы же знаете, что я все так делаю с любовью. Он говорит, не, 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 говорит, я уезжаю в Каир. В общем, он сбежал. Да, он сбежал. Я давно не была на свиданиях, сходила тут на два свидания с египетскими мужчинами. Один попался такой жирный кот, пришел подготовленный, со своими пикаперскими такими техниками. Я думаю, ну, иду на свидание, будет что-то интересное, что-то вам расскажу. Ну, и, значит, пришел он на свидание, там, майку одел такую стильную, ну, чтобы я хвалила его. Так они любят приходить на свидание, чтобы их хвалили. Ой, они смешные. Выпили мы сок в одном месте, потом он говорит, давай еще поедем, пообедаем в другое место. Поехали мы пообедали, я чувствую, а я чувствую, что-то как-то он себя ведет неестественно, как будто бы на задании каком-то. Вот, и, значит, там мне показывает, вот, говорит, мой дом, моя большая вилла, хочу продать. И так заглядывает в глаза, какая моя реакция. Потом говорит, я не женат. И тоже так смотрит в глаза, какая моя реакция. Мне так смешно вообще это все, потому что, ну, вы уже знаете почему. И что там еще рассказывает, и так смотрит, ведусь я или не ведусь. Ну, а я смотрю на него, на его цирк, на его вот эту, вот эту игру его. Да, они ехали мы туда еще, он включил мне в машине Стаса Михайлова. Ну, мои дорогие подписчики, если говорить открыто, то Стаса Михайлова в основном слушает женщины, которые, знаете, такие, с такой глубокой грустью внутри, которые тоскуют по какой-то несостоявшейся любви, которые вот живут тем, что они встретят своего мужчину, мужчину своей мечты, и все будет хорошо. А вот они могут войти в это состояние, знаете, голливудский актер во всей красоте, понимаете. И вот, в общем, вот тут попадаются наши женщины, а если они едут там с ресторана, там с какой-то тусовки, и там выпившие, и им включат Стаса Михайлова, вот она такая вся разморенная, точно вот подумают, что вот оно, вот она, она любовь, под этими, знаете, под алкоголем, под влиянием гормонов. Вообще, 97% песен в репертуаре наших певцов, это вирусные песни, которые, в принципе, нельзя слушать. Вот, так что имейте в виду. И мне, кстати, несколько мужчин включали репертуар наших песен. У них такие сборники этих наших песен, таких за душу берет, прям так. Ох, а, там еще Лепс тоже присоединяется. Там сборник песен. И, кстати, вот египетские лавеласы, но не только египетские, турецкие, и вообще мужчины, которые играют в грязные игры, они вот эти песни используют такие, чтобы тебя вот так вот взяло. А представьте, как мне смешно. А когда мы ехали назад, я говорю, ой, оставь меня на широтоне, говорю, мне нужно зайти к Иринке, а то надо было пообщаться с интеллигентным человеком, ну, сами понимаете. Так что, дорогие мужчины, поменяйте репертуар на что-то более интересное, более глубокое и более такое дорогое, воодушевляющее. Дорогие египетские мужчины, специально для вас я могу организовать мастер-класс и обучу вас, как очаровывать любую женщину, несмотря на национальность. Группы будут небольшие, от 5 до 10 человек, но, конечно, это будет стоить дорого, потому что важна информация. Так что готовьтесь, собирайтесь, и до скорых встреч! На следующем свидании, значит, был такой качок спортсмена, он меня пригласил. Ну, я всегда где-нибудь недалеко от дома хожу, чтобы время сэкономить, потому что через буквально час свидания я начинаю зевать. Я понимаю, что в этом обществе самый интересный человек – это я, ну, потому что у меня родители очень интересные, у нас приходили гости в наш дом очень интересные, у нас много книг, и вообще я росла в очень интересном обществе. поэтому мне угодить сложно. Они, кстати, тут книг не читали. Никогда не видела, чтобы местные мужчины читали книги. Мужчины, женщины. Не, одного видела, одного. Не, на самом деле тут есть развитые, молодые, которые вот они такие продуктивные, знают, что надо развиваться, читать. Очень часто у них жены такие интересные, где-то из других стран. Ну, это маленький процент, но есть. Так что, как бы, я, как всегда, говорю все честно и то, что я вижу. Ну, так вот, сидим мы с этим качком, который пригласил меня на второе свидание. Он сам с Александрией, там где-то работает в Дубае. Может быть, так просто говорил, ну, не знаю, не столь важно. Там показывал мне квартиру, он купил и говорит, я в разводе. Знаете, когда египетские мужчины видят новую женщину, они всегда в разводе. Или, или, вот, он смотрит на тебя, я говорю, ты женат? А он смотрит, и я говорю, ты забыл, ты женат или нет? Или они все в разводе. На тот момент они в разводе. Или, там, ну, в общем, выдумывает на ходу, выдумывает, вы даже не представляете. Можно каждому Оскар. И говорит, я говорю, так, а че ж развелся? Он говорит, ну, понимаешь, Вика, она когда, вот, я хотел секс, она только деньги требует и подарки. Кушать не приготовит. Он говорит, секса никакого нет, только за подарки, только за деньги. А я так смотрю на него. Я говорю, то есть, получается, тебе нужна такая, чтобы тебе давало много секса, просто так, ну, бесплатно, да? А он так смотрит на меня, говорит, да. И говорю, а-а-а, действительно. Ну, а я это все слушала, слушала, говорю, слушай, какие же у вас классные египетские женщины. Это же очень правильная подача. Она тебе энергию в виде секса, ты энергию в виде денег. А что это? Ребенка родить, то делать, готовить, секс, в общем, полностью обслуживание, а ты и подарки, и деньги. Все правильно. Он так на меня смотрел внимательно, смотрел так печально, что ему не получилось, знаете, как меня заговорить. И, ну, вы понимаете, что он мне больше не писал, не звонил. Он, кстати, меня уже боится, а я так, когда иду там где-то, он старается перейти на другую сторону дороги. Вот, так что это они очень часто употребляют такое, вот, египтянки такие плохие, а вот иностранки такие хорошие. А знаете, почему египтянки плохие? Потому что, если он себя будет вести как мудак, придет ее семья и скажет, почему моя наша дочка несчастлива, моя сестра, моя дочка, или там моя кузена, почему она несчастлива, почему у нее нет денег, почему она ходит в старом платье, что такое? Или там он ее ударил, или что-то случится, придет семья защищать, понимаете? Кстати, еще, этот жирный кот, он постоянно снимал свою панаму, демонстрировал мне свои седые кудрявые волосы. Что это был за магический ритуал, я не знаю, но лучше бы он продемонстрировал мне свою красивую душу. Но поскольку там красивой души нет, он демонстрировал свои кудрявые волосы, майку какую-то стильную, какую-то виллу показывал, это точно не его вилла. Ну, в общем, вот такие они, то есть, вообще, я думаю, что у нас настолько разные ценности, разное воспитание, что здесь очень большие моменты трения в общении. Ну, вы уже поняли, что я очень люблю показывать какие-то хорошие семьи. Здесь вот встретила женщину в магазине, и она говорит, я тут живу уже 20 лет. Я говорю, и как? Она говорит, хорошо. Я говорю, вы счастлива? Она говорит, да. И все, и уходит от меня. Я говорю, может, в YouTube? Ну, расскажите. Она такая, не-не-не, счастье любит тишину. И побежала. Почему-то от меня все бегут, не знаю почему. Но если так все хорошо, ну, вы же можете рассказать про какие-то секреты, про какие-то особенности общения. Почему вы бежите от меня, почему. Вот я, допустим, я бы рассказала. Я всегда могу поделиться своим опытом, своими выводами, которые я делала на протяжении там многих лет. А, видите, а вы убегаете. Вот. Так что вот так. Не уверена, что разговор получился совсем смешной, потому что я сама по себе серьезная, поэтому, ну, вот, какой получился, такой получился. Но у меня всегда есть большое желание, большая потребность пообщаться с моими подписчиками один на один. Что ж, мои дорогие подписчики, буду с вами прощаться. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И еще всю ценную информацию я буду выкладывать для спонсора моего канала. Вы всегда будете ближе остальных. Пока-пока. До скорых встреч.